МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И законодательное увеличение депутата решили расширить права наследников при оформлении завещания. Первый форум малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС открылся сегодня в Уфе. Главная его задача – наладить взаимодействие между бизнесом и региональными органами власти. Взаимодействие стран многократно увеличится, если будет между собой действовать по всем направлениям «Малый и средний бизнес». Вы знаете, сегодня малый и средний бизнес представляет некую турбулентную среду, которая методом случайного поиска находят себе партнеров по бизнесу, ответные компании, с которыми можно работать. Форум будет проходить в течение двух дней с насыщенной программой. Участники из 51 региона России и 20 стран примут участие в заседаниях и дискуссиях о создании таможенных стандартов, логистике, безвизового режима и налогообложения. Параллельно с деловой программой начали свою работу межрегиональная биржа деловых контактов и выставка предпринимателей стран-участниц ШОС и БРИКС. И сразу по завершению пленарного заседания состоялось подписание соглашения Корпорации развития Республики Башкортостан с китайской компанией Ляонин Вулф Нефтемаш о совместной реализации проекта по развитию индустриального парка в Стерли-Тамакском районе. Предметом достигнутого соглашения является совместная реализация проекта по развитию индустриального парка в Стерли-Тамакском районе Республики Башкортостан. Еще одно соглашение о сотрудничестве было подписано нашей республикой в лице агентства по привлечению инвестиций с Уральским региональным центром КПМГ. Аналогичные договоры заключили Российская и Евразийская ассоциации франчайзинга, а также промышленный кластер КВАНТ и китайская компания Шандон Керуй Петролиум Эквипмент. И сейчас на прямую связь со студией РБК Уфа выходит начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башком Снабанка Азад Амиров. Азад, здравствуй, ждем от тебя новости с валютных рынков и о том, как сегодня торговались акции республиканских компаний. Добрый день, Кирилл. Продолжающийся налоговый период поддерживает котировки национальной валюты. К доллару рубль сегодня укрепился на 40 копеек, сейчас торги идут по 62,57. К евро укрепления составило 60 копеек, сейчас торги идут по 70-83. Вчера состоялось техническое заседание стран ОПЕК, участники которого так и не смогли договориться о мерах по стабилизации нефтяного рынка. Также вчера вышла статистика по запасам сырой нефти в США, которая показала резкий прирост запасов на 8 миллионов баррелей за неделю при прогнозе повышения всего в 3,9 миллиона баррелей. На подобных новостях нефть подешевела, но в данный момент практически отыграла свои потери. «Бренд» торгуется по 48,51, «Лайт» по 45,85 долларов за баррель. Российские фондовые индексы МВБ сегодня плюс 0,4%, РТС плюс 0,8%. Акции «Башнефти» торгуются разнонаправленно, правда, их изменения не превышают 0,2%. Обыкновенные торгуются по 1790, привлекированные по 1522 рубля. Кирилл? Да, зад, спасибо за информацию. Правительство Башкортостана определилось со ставками первого купона по гособлигациям республики. Размещение запланировано на следующий вторник. Генеральным агентом выступает инвестиционный банк ВТБ «Капитал». Срок обращения ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга номинальным объемом 3,5 млрд. рублей составит два года с датой размещения. Номинал одной бумаги равен 1 000 рублей. Региональный Кабмин установил ставку первого купона в размере 11,95% годовых и принял решение об акцепте заявок инвесторов на сумму в 1,5 млрд. рублей. Аналогичные ставки будут действовать со второго по шестой купоны. В дату выплаты третьего купона будет погашен 20% от номинала, четвертого купона – 30%, шестого купона – 50% от номинала. Права наследников расширят. Соответствующие поправки готовятся в гражданское законодательство России. Как заявил в парламентской газете депутат от Башкортостана, глава профильного комитета Госдумы Павел Крашениников, один из разрабатываемых новых форматов – наследственный договор. Предполагается, что с помощью этого документа и наследователь, и предполагаемые наследники заранее договорятся о том, как будет использовано имущество. Нововведение, по мнению законодателей, позволит решить проблемы с пропажей ценностей за период с момента смерти владельца и до оформления документов на наследника. О новостях пока все. Далее смотрите программу «Дело» с моим коллегой Равильом Ватолиным. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова